Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроках биологии. Сегодня мы продолжим наше путешествие в царство животных. Тема сегодняшнего урока – общая характеристика простейших, как одноклеточных животных организмов. Тип сарко-жгутиковые, тип споровые или споровики. Сегодня на уроке мы узнаем, что изучает наука систематика, особенности строения и функционирования в организме простейших одноклеточных животных, об особенностях малярийного плазмодия из типа споровиков. На Земле распространено множество различных видов животных, и ежегодно ученые-зоологи открывают новые виды. Чтобы ориентироваться в многообразии животных, существует наука систематика, целью которой является распределение животных по различным крупам, то есть их классификация. Классификация помогает поместить вновь открытые виды в нужном месте общей системы, то есть объединить их в группы – таксоны. Таксон – это единица классификации. Центральное понятие классификации – это вид. В качестве основной единицы классификации он был введен в науку великим шведским ученым Карлом Линнеем. Что же такое вид, как биологическое понятие? Вид – это совокупность особей, населяющих определенную территорию, имеющих сходное строение, образ жизни, способных скрещиваться и давать плодовитое потомство. Вид, в свою очередь, состоит из популяций. Популяция – это совокупность особей одного вида, длительное время обитающих в определенной части видового ареала, то есть места распространения, относительно изолировано от других популяций. Открывая новые виды, ученые детально описывали их и присваивали каждому из них название. Карл Линней предложил пользоваться для этого едином международным языком – латинским, чтобы зоологи разных стран могли понимать, о каком же животном идет речь. Например, рысь обыкновенная. Карл Линней предложил также присваивать каждому виду животных латинское имя, состоящее из двух слов. Первое слово этого имени – существительное – обозначает принадлежность животного к определенному роду. Например, белка. Второе слово – прилагательное – видовой эпитет. Например, золотисто-брюхая. В итоге получается видовое название – белка, золотисто-брюхая. Существуют следующие систематические группы таксоны – вид, род, семейство, отряд, класс, тип, царство. В чем же значение классификации? В том, что происходит объединение в различные систематические группы. И оно делается специалистами-биологами не произвольно, а в соответствии с научными сведениями, основанными на детальном изучении строения животного, его физиологии, генетики, распространения и даже поведения. Также существует Международный кодекс – это свод правил названий животных. Современная классификация животных – естественная. Она отражает эволюционные, родственные отношения между ними. Какой вывод мы можем сделать? Современная система животного мира построена на основе выявления родства между животными и их происхождения. В современной систематике типы животных располагаются от простых, низших к более сложным, высшим, что соответствует общему направлению исторического развития животного мира на Земле. Давайте посмотрим на классификацию царства животных. Она включает в себя два подцарства – одноклеточные и многоклеточные. Сегодня мы с вами изучим подцарства одноклеточных или простейших животных, к которому относятся типы саркомастигофоры или саркожгутиковые, из типа саркомастигофоры мы рассмотрим класс саркодовые на примере амёбы обыкновенной и класс жгутиковые на примере эвглены зелёной. Из типа споровиков – цикл развития малярийного плазмодия. Из типа ресничных – инфузорию туфельку. По способу питания простейшие разделяются на группы гетеротрофы, как, например, инфузория туфелька, и миксотрофы, например, эвглена зелёная, которая питается как автотрофно, так и гетеротрофно. Простейшие встречаются в различных средах жизни – в почвенной, организменной, а также водной и в пресных водоёмах, и в солёных водах океанов и морей. Известно около 70 тысяч видов простейших. Несмотря на такое разнообразие, все они имеют общие признаки. Все простейшие состоят из одной клетки. Амёба – представитель типа саркодовых, имеет длину тела не более 0,5 мм. Тело амёбы неправильной формы, способно менять свои очертания. В протоплазме клетки амёбы различают наружный слой эктоплазму и внутренний слой эндоплазму. Передвигается амёба с помощью ложноножек или псевдоподий, которые образуются в том месте клетки, куда перетекает её цитоплазма. Какие же органоиды имеются в клетке амёбы? Клетка амёбы содержит ядро, сократительную вакуоль, пищеварительную вакуоль. Питание амёбы осуществляется с помощью пищеварительной вакуоли. Амёба питается органическими частицами, одноклеточными водорослями и животными. Добычу амёба захватывает с помощью ложноножек. А рядом с добычей образуется пищеварительная вакуоль, в которой переваривается пища. Из вакуоли пищевые частички всасываются в цитоплазму, а непереваренные остатки выбрасываются наружу через поверхность клетки. Такой способ питания называется фагоцитоз. В сократительную вакуоль клетки собираются жидкие вредные вещества, образующиеся в процессе жизнедеятельности и избыток воды. У паразитических и морских простейших сократительные вакуоли отсутствуют. Дыхание амёбы, в процессе которого она использует растворенный в воде кислород, осуществляется всей поверхностью тела. У амёбы и других простейших проявляется также важнейшее свойство живого организма – раздражимость. Это ответная реакция организма на воздействие окружающей среды. Для простейших характерно и другое свойство живого – размножение. В природе существует два типа размножения – бесполое и половое. Размножается амёба бесполым способом – простым делением клетки на две части. Деление клетки амёбы начинается с деления ядра. А осенью, при наступлении холодов, амёба перестаёт питаться. Тело её становится округлым, и на его поверхности выделяется плотная защитная оболочка. Образуется циста. То же самое происходит при высыхании пруда, где живут амёбы. В состоянии цисты амёба переносит неблагоприятные для неё времена. Название класса, к которому относится зелёная эвглина, связано с наличием жгутиков. Класс жгутиконосцы. Сегодня мы познакомимся с особенностями представителей этого класса простейших. Одним из которых является эвглена зелёная – обитатель водной среды, загрязнённых прудов и луж. Жгутики, с помощью которых передвигается эвглена зелёная, представляют собой выросты цитоплазмы клетки. Каждый жгутик состоит из микротрубочек. Всего таких групп микротрубочек 9, а в каждой из групп по 3 микротрубочки. Жгутик расположен на переднем конце тела эвглены. Во время движения животного одновременно вращаются и жгутик, и тело, но в противоположных направлениях. У эвглены зелёной веретиновидная форма тела. Это постоянная форма тела, в отличие от изученной нами ранее амёбы протей или амёбы обыкновенной. Какую же функцию в клетке простейших выполняют в эвакуоли? Сократительная эвакуоль удаляет жидкие продукты обмена веществ и излишки воды. Питание миксотрофное. У эвглены в автотрофном питании участвуют хлоропласты. Автотрофное питание осуществляется у эвглены на свету. А освещенные места водоема эвглена обнаруживает с помощью светочувствительного глазка стигмы. Пищеварительная эвакуоль участвует в переваривании пищи. Непереваренные остатки пищи удаляются у эвглена зелёной, у заднего конца тела, через поверхность клетки. В темноте эвглена питается гетеротрофно, то есть готовыми органическими веществами. Сначала пища, растворённые в воде органические вещества попадают в клеточный рот, который представляет собой углубление на переднем конце тела. Клеточный рот переходит в глотку. Из глотки пища попадает в пищеварительную вакуоль. Способов питания у эвглены два – гетеротрофная и автотрофная. Поэтому по способу питания эвглену зелёную относят к миксотрофам. Эвглена зелёная относится к аэробным организмам и использует для дыхания растворённый в воде кислород, который поглощает через поверхность тела. Клетки эвглены зелёной управляют процессами жизнедеятельности, в том числе размножения. Для эвглены характерно бесполое размножение, то есть деление клетки. Оно продольно. Процесс деления начинается с процесса деления ядра. За делением ядра следует деление цитоплазмы. Среди представителей класса жгутиконосцы имеются такие, которые размножаются половым способом. Это явление характерно для колониальных жгутиковых, которые образованы группой клеток. Инфузории относятся к подцарству одноклеточных, типу инфузории или ресничные. Инфузории обитают в основном в пресных, неглубоких водоёмах. Среди них имеются свободно живущие и паразитические формы. У инфузории паразитов редуцирован рот, а питание осуществляется всей поверхностью тела. Такое явление называется дегенерацией. С помощью ресничек передвигаются такие инфузории, как инфузория туфелька, трубач, сувойка. Инфузория является более высокоорганизованными по сравнению с другими простейшими. Посмотрите на рисунок строения инфузории туфельки. По сравнению с другими простейшими, у инфузории два ядра, две сократительные эвакуоли и есть порошица. Наличие двух ядер у инфузории туфельки связано с разделением функций. Большое ядро, макронуклеус, отвечает за процессы жизнедеятельности, питание, дыхание, передвижение, обмен веществ. А малое ядро, микронуклеус, участвует в половом размножении. Инфузория туфелька сохраняет постоянную форму тела, напоминающую туфлю, что связано с покрытием клетки оболочкой, пелликулой. На переднем конце тела у инфузории туфельки имеется углубление, клеточный рот, цитостом. Около рта находятся утолщенные и удлиненные реснички. Клеточный рот переходит в глотку, цитофарингс. Реснички загоняют стоком воды пищу, бактерии. В эндоплазме вокруг пищевых частичек образуется пищеварительная эвакуоль, содержащая вещества, благодаря которым пища переваривается. Непереваренные остатки удаляются через отверстие по рожицу. Такой процесс выброса наружу клеткой веществ называется экзоцитозом. В передней и задней частях клетки находятся две сократительные вакуоли. Вокруг вакуолей расположены радиальные канальцы. 5-7. Вокруг каждой вакуоли. По канальцам жидкость попадает в центральный резервуар. Вакуоли осуществляют выделение воды и жидких продуктов, обмена веществ из клетки. Простейшие относятся к аэробным организмам и используют для дыхания кислород, растворенный в воде. Дыхание у простейших осуществляется через поверхность тела. Таким же образом происходит дыхание и у инфузорий. По сравнению с амебой и эвгленной зеленой, инфузории более высокоорганизованные простейшие и размножаются как бесполым способом, так и половым. Бесполое размножение происходит делением клетки поперек на две части. Деление клетки предшествует делению ядра. Инфузория туфелька делится один или два раза в сутки. При недостатке пищи у инфузорий происходит половое размножение, коньюгация, во время которой происходит обмен генетической информацией. В этом процессе принимают участие две особи. Споровики – это одноклеточные организмы, ведущие исключительно паразитический образ жизни. Обитают эти простейшие в органах пищеварения, выделения, размножения и в крови животных и человека. Для жизненного цикла характерно чередование полового и бесполого поколений и смена хозяев. Хозяин, в котором паразит размножается, половым способом называется окончательным, а бесполым способом – промежуточным. Что можем сказать о простейших организмах? Тело простейших состоит из одной клетки, в которой протекают различные процессы жизнедеятельности. По способу питания простейшие бывают гетеротрофами и миксотрофами. Простейшие обитают в водной, почвенной и организменной средах. Также передвигаются простейшие с помощью лажноножек, ресничек или жгутиков. Имеют микроскопические размеры. Участвуют в образовании биотических связей – это симбиоз и паразитизм. У простейших проявляется свойство живого раздражимость. Благодарю за внимание, ребята. До скорых встреч!